СОПРОДЮСЕР 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 СМЫСЛОВ ЭТОГО ФИЛЬМА ВЫ ДЕССТЕЛЕННО ОРИЕНТИРОЛЬСЬ НАКУЮ-ТА КЛАССИЧЕСКУЮ ФОРМУ? ИЛИ ВООБЩЕ В НА КАКИХ КОНТЕКСТАХ СТРОИТСЯ ЭТО КИНО? ВЫ МЕЯ ЗАВАЛИЛИ КОПЛИМЕНТАМИ, ОТ КОТОРХ СЧАС НАДО СНАЧАЛА ВЫКОПАТЬСЯ. И ПОТОРУШЕ Я НЕ ГОТОВ ЧУСТВУТЬ СЕЯ КЛАССИКАМ, ТЕБОЛЕ, СТАВИТЕ РЯДНО СЕБЯ СПОКОЙНЫМИ, ВЕЛИКИМИ КЛАССИКАМИ. КОНЕЧНО Я ИХ ВПИТАЛ, Я ЕМ ОБЯЗАМ, БЕЗУСЛОВНО, НОО ВСЕРОНО В ПЕРОЧЕРЕДНАЯ ЦЕЛЬ БЫЛА, НЕСМОТЬЯ НА ТО, ЧТО ВЫ БАЗИРУЕМСЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОХ ИЛИ КОНТРФАКТОХ, КАК ТЕПЕРЬ УЖЕ СТАЛ МОТО ГОВОРИТЬ, ЭТО ВСЕРОЖЕ СОВРЕМЕННОЕ КИНО ПРО НУНЕШНИЕ РЕАЛИЯ. Возвращаясь к Вашему первому незадному вопросу про, что хотелось сказать новосибирцам, ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить, потому что вчера у нас впервые за все время состоялся целый показ целого фильма, потому что ни в Питере, ни в Москве, ни в Нижнем Новгороде нам не дали показать кино целиком, и вот это чудо, что вчера мы его показали от начала до конца, то есть у вас либо нет сумасшедших безумцев, сербовцев и прочих отчаянных лиц, либо они вчера взяли выходной, либо, в общем, еще случились какие-то дела, но, словом, это для нас это было чудо, и у вас в хорошем смысле слова. Так что вот спасибо за этот теплый и потрясающий прием, потому что мне, прежде всего, хотелось уйти от разговоров, которые вчера Тимур навязывал отчаянно про скандалы, и поговорить, собственно, на содержательной части, потому что мне нравится, когда кино обсуждают или судят за художественные достойные недостатки, потому что то, что ему инкриминировали, как мы уникал видели, отсутствует в картине. Там нет ни оскорблений, ни блокадников, ни ветеранов, ничего вот этого. Честно говоря, я вообще не понял, за что его можно запрещать. Ну, теперь-то мы поняли, за что. За то, что за попытку снять с кем-то у них государственный счет и показать людям, что такое кино, а, можно снимать, б, можно возвращать эти деньги, и, то есть, показать для молодых начинающих и митографистов, что есть другие пути не только подстилаться по государственным, на глаз, под диалоги. Вот. Это, конечно, их оскорбило, задело. И кроме того, что разговор о том, что у нас есть привилегии, есть у кого-то зарплата существенно отличающаяся от средних зарплат в России, этот разговор не очень приятен. Мне кажется, это вообще общая тенденция, которую я вижу и в сфере образования, и в сфере какой-то общественной жизни, постепенный отход от классических таких институций в сторону свободного движения, свободного сетевого движения. Ну вот, собственно... Вторая моя картина, которая опять окупается, но у меня это микроскопически обыскал опыт в этом смысле. Если у тебя есть что добавить, ты скажешь. Ну, ты имеешь в виду про взаимодействие подобного рода проектов через народное финансирование микрофайдинг? Да, я работаю просто на площадке Планета.ру. Возможно, вы про нее слышали. И как раз туда идут проекты, по большей части, которые либо не попадают под год финансирования, либо которые не хотят иметь ничего общего с государственными средствами. Особенно сейчас, когда у нас есть ситуация с Кириллом Серебренниковым. Все это слишком, мне кажется, уже опасно иметь с ними какие-то дела, тем более финансовые. Да, это здорово. И есть действительно благодаря интернету возможность делать продукт, где между вами и вашей аудиторией не стоят какие-то люди с цензурой и люди, которые, скажем так, могут влиять как-то на вашу творческую составляющую. То есть если вы делаете что-то и вы уверены в том, что это найдет отклик в сердцах людей, то мне кажется, это вот идеальный способ, которым мы сейчас с Алексеем планируем в ближайшем будущем пользоваться. Ну это действительно идеальный вариант. Один раз живем и тратить время вот на эту бюрократическую хрень, честно говоря, очень не хотелось бы вам во всех сферах. Ну тут есть все равно некие подводные камни, как раз таки по поводу того, насколько востребовано то, что вы хотите снимать. То есть тут нужно... И здесь тоже кровохранитель тоже помогает, потому что ты смотришь по количеству обратной связи. Это не только финансово, но это еще и какие-то комментарии людей, пожелания. Ты понимаешь, вовремя ли ты начал реализацию той или иной идеи, или это все-таки не пришло еще в Рим, скажем так? Ну вот фильм «Праздник», вы как считаете, он получил тот отзыв, который вы хотели? Я думаю, что да, потому что фильм «Праздник» это как раз живой пример еще того, насколько людей... Когда Леша вложил фильм на YouTube и указал реквизиты с пометкой, что если вы считаете нужным, то вы можете заплатить сколько угодно, у нас люди разделились на тех людей, которые писали спасибо за классный фильм, вот вам средства, и люди, которые говорили спасибо вам за отмену цензуры. То есть были те, которым не очень, скажем, понравилась художная составляющая, но которые поддержали нас именно в плане отмены цензурирования. И тут получается как раз двойная история объединения аудитории из разных сфер. То есть и творческая, и люди, которые просто устали от того беспредела, который происходит в стране. Да, я считаю, что праздник в этом случае вообще идеальный пример того, как это работает. А сколько просмотров примерно? Ну, на YouTube сейчас вот за два ролика, там одна кинотеатральная версия, вторая, первая около двух миллионов. Но это вот только на Леша канале. К сожалению, то, что у нас происходит, когда люди разобрали фильм по различным сайтам, мы не можем там видеть статистику, сколько там на торрент скачивать и так далее. Вот у нас официально, да, почти два миллиона. Выложили мы его 13 января. Третьего, именно я. Третьего, простите. Ну, нам с Тимуром вот есть куда стремиться. Мы сейчас тоже пытаемся снять здесь своими силами фильм, который будет называться «Территория полной поэм про правду». Интересно. Документальный фильм. Ну, об этом можно потом поговорить в кулуарах уже. Хорошо. Спасибо. Ну и, собственно, вот вопрос по именно художественной, смысловой истории. Действительно, Вы на каких-то режиссёров и на каких-то, может быть, литераторов ориентировались, когда снимали? Или полная импровизация? Обидно огорчить Вас коротким отказом. Ответом ни на кого не ориентировался. Ну, я не помню импровизации. Я написал сценарий, буквы которого мы придерживались. Иногда актёры позволяли себе... Хорошо. Не иногда. Почти всегда они позволяли себе отвлечься при этом на что-то ещё. И, в большинстве случаев, да, это пригождалось. Но всё равно 99-8% материала — это то, что был написан сценарий. Я очень придано её, например, но не могу сказать, что здесь Вы увидите его, а эту сцену мы управляли оттуда. Я не фанат, а маржи и вот этого всего. Вы, как режиссёр, как видите пространство современного российского кино? Что будет? Какие смысловые стороны будут востребованы? Ну, допустим, если в качестве примера мы возьмём, что начало нулевых годов, ритм и вот такую энергетику задавали фильмы наподобие там «Брат-1», «Брат-2», допустим, или фильм «Окраина» для более элитной публики. Сейчас как Вы считываете пространство вкуса зрительского? 21-го числа была защита новых фильмов в фонде кино. Если не ошибаюсь, там было 11 картин и 7 студий. Из этих 11 картин новых фильмов, опять же, могу ошибаться, по-моему, 6. Остальные фильмы — это были фильмы, которые подавались на защиту уже в предыдущем году, ещё ранее. То есть они каждый раз получают, как они говорят, каждый год они получают деньги, каждый год им мало, каждый год они говорят, нам надо ещё. И это история про то, что пока зритель не устанет финансировать кино, которое он не заказывал, понимаете, у нас ничего не изменится. Всё будет хуже значительно. Вам будут предоставлять картины, которых Вы не ждёте, которые не окупаются, которые проводятся в прокате. Зрители будут не голосовать за них рублём, и всё будет достаточно печально, пока не появятся другие, как я, сумасшедшие, и не предложат альтернативную схему. Потому что это всё-таки не моя личная борьба, она должна быть какая-то объединённая, а её нет. И у нас нет ни киносоюза, ни киноборкосоюза, ничего этого совершенно. И зритель, я вот подхожу дальше на ответ, в массе своей ленив, чтобы поддерживать кино, поддерживать независимые СМИ, поддерживать независимые театры, он считает, что ему всё это так должны дать. Если вот мы сейчас приехали за свой счёт, за свой счёт, показали кино, я у Вас уверяю, большинство зрителей нигде не аукнется, что, ну, наверное, у нас откуда-то эти деньги есть. Я в прошлом врач-стоматолог, наверное, продолжает работать и тратить зубы, считают они. И вот каким-то образом никто, пока у нас нет этого понимания, что торрент – это зло, что пиратское кино нас развратило, что пора, если Вы хотите, как бы оплачивайте работу такси, как бы оплачивайте кафе в заведениях. Также, к сожалению, надо учиться оплачивать работу писателей, драматургов, режиссеров и так далее. Ну, ладно, иначе не будет никакого существования. А пока в этом смысле мы сильные изгоя. И расскажу вот эту короткую историю, когда я ехал из Лос-Анджелеса, прилетел, сел в такси, меня водитель спрашивает, Вы откуда прилетели? Я говорю, Вы из Америки, Вы отдыхали или развлекались? Я говорю, а так вышло, что я в фестивале приехал, знаете, и то, и то, наверное. Вот, что делали? Показывал кино. Какое? Коллектор. И он делает так, он открывает, значит, планшет и набирает, там, смотреть бесплатно онлайн. Я говорю, Вы можете мне предоставить скидку в таком случае, раз Вы смотрите в кино бесплатно, может быть, Вы меня бесплатно проведете тогда? Ну, и он не понимал, почему, собственно. А я тоже не понимал его, почему. Почему он свой труд оценивает так высоко, да, чтобы меня за 1000 рублей обвести до дома, а моя картина не стоит и 100 рублей для того, чтобы за нее заплатить. И вот как сломать вот эту парадигму, я пока не знаю, не придумал. Чертовски важный вопрос, да. С одной стороны, вот если мы представим, что в интернете все, любой контент будет требовать какой-то оплаты, какого-то цензурирования, мы решаемся 90% того, что нам доступно. С другой стороны, действительно, а как быть писателем, художником, музыкантом, оператором, режиссером, когда вот это все вот так пиратским образом расходится. Ну, вот вы как считаете, какие-то должны быть законодательные правовые меры по ограничению пиратства? Или мы будем делать ставку на повышение сознательности зрителей, чему, мне кажется, вот система краудбандинга способствует? Если рано или поздно, постепенно, путем какого-то просвещения, люди начнут понимать, что, да, писатели не должны работать по ночам грузчиками. Ну, видите, улыбнулись, наверное, зрители тоже при упоминании государства, к нему пока единственная просьба, чтобы не вмешивались и не мешали, вот. Поэтому мы, я думаю, со зрителями как-нибудь сами разберемся. Опять же, если зритель все-таки через вас в том числе научится это понимать, научится разделять то кино, которое ему навязывают, и за которое он заплатил трижды, ну, условно, там фильм про космонавтов, у вас сделали деньги первый раз, чтобы снять это кино, второй раз потом, чтобы его разопланировать, и в третий раз вас уговорит на него еще сходить, и вы трижды платите за эту картину, хотя, повторяю, она снята за ваш счет, и никто перед вами не отчитывается никогда в жизни. Ну, кроме Кирилла Селенникова, который отчитывается за нас всех. Поэтому я, повторяю, пока только верю, но, ну, верю, просто мне нет ни моральных, ни физических сил об этом еще и подумать, как выстроить зрителям вот эту вот связь и вот эту схему устроить. Я пока думаю о том, как за небольшие средства снять, просто выражать качественное кино. Даша, вы как думаете по поводу, вот, путем закона и жестких запретов мы можем, сможем двигать оплату свободных художников, или за счет возрастающей сознательности, на которую ставку делать, ну, конечно же, очень-очень так себе опасно. Да нет, на самом деле здесь согласны с Левшим, такие вот эти вот ограничения ни к чему хорошему никогда не приводили. У нас, в принципе, и так народ не имеет никаких прав и свобод, если мы сейчас и здесь его будем принуждать, но это ничего, кроме агрессии, не вызовет. Мне кажется, что, да, этот путь долгий, достучат до сознания людей, но, а зачем тогда мы нужны? Ну, то есть, мне кажется, снимая и делая такое кино, как вот Леша сейчас с праздником, когда он показал, у него была кристальная бухгалтерия, он сказал, что он потратил свои средства, выложил все отчеты, и при этом мы не идем за бронкатным удостоверением, потому что мы знаем, что нам его не дадут, а как покупать дальше картину, вы потратили свои средства, и все на этом. Ну, то есть, мне кажется, даже это живой пример того, что люди должны понимать, что вот, как бы, крупная сумма была потрачена, картина, наверное, стоит того, чтобы ее посмотреть для всех, и для тех, кто на стороне товарища Мединского, и для тех, кто на нашей стороне, ну, они все равно понимают, что, а откуда брать эти средства. Ну, вот, мне кажется, нужно как-то это приручать на не очень хорошее слово, но медленный процесс просвещать, да. Все-таки, если это выйдет на регулярную основу, просто сейчас никто, кроме Леши, к сожалению, так не делает. Очень хотелось бы, чтобы появлялось как можно больше даже молодых режиссеров, которые вот назначивают сейчас театральные вузы, которые либо придумали бы какую-то подобную схему, либо подключились бы к этой. Когда это уже будет на регулярной основе, вот, наверное, тогда и произойдет какое-то вот некое просветление. Ну, и плюс, вот, опять же, ситуация с Кириллом Серебряниковым, который лично мне не дает и не даст никогда покоя вообще. Ну, мне кажется, тут любой человек, даже который вообще далек от искусства, должен понять, насколько это ужасная неприючная ситуация, насколько просто опасно иметь дела в этой стране с этим государством. Ну, то есть, в итоге краудфандит наш ответ Мордору, да? А, да. Спасибо. Алексей, а кто ваш зритель? Вы его как себе представили? Что он хочет, о чем думает? Мне его не надо представлять, он есть весь в комментариях. Под фильмом праздник, я не помню, сколько там уже тысяч. Он разный, он ровно такой, как вся наша страна. И, к счастью, был заметить, что, ну, в первые дни, когда началась атака, на меня, когда фильм очень никто не видел, и пытались доказать, что эта картина страшная, ну, хочется матом бороться. Ну, в общем, все, что ей инклинировали. И потом, в общем, мне хотел доказать, что этих зрителей недовольных, заранее недовольных картин очень много. Что вот эти 86% прогонсовавших за Путина, это те же самые группы лиц, которые страшно оскорбиться, расстроятся и, наверное, покончат собой, когда увидят картину. Поэтому ее надо запретить. И когда фильм вышел, когда я увидел и показал, она статистика открыта абсолютно, мы выяснилось, что этих людей не так много. И, более того, они, спасибо, там, системе... Ну, то есть, я даже написал тогда, что, как бы, я выжил до 3-го числа, выложен фильм, и на тот момент количество проголосовавших за было, там, в десятки тысяч раз больше, чем количество проголосовавших против. И я в шутку написал, что, вы смотрите, пока эти тролли не вышли на работу, система мира вот такая, какая она есть, на самом деле. Потом действительно дробь 2-й на часов, они выходят на работу, и там происходит главенобразный скачок. То есть государство, не стесняясь тратит наши с вами деньги, для того, чтобы показать, что картина мира на самом деле такая, что мы выскорбляли пространство. Спасибо Ютубу, как честной организации, которая потом все это отменила, убрала вот такую сумасшедшую накрутку, мы снова оказались и проснулись в нормальной живой стороне. Словом, количество вот этих безумцев, ненормальных, неадекватных людей, которые нас с вами хотят запугать, оно сильно-сильно привлечено. И это хорошая новость. А волна пошла от Мединского, именно от Минкульта. Откуда вот этот вот навал пошел вообще? Как ваши ощущения? Потому что у нас же пропаганда строится на толкованиях. То есть выходит там Киселев, скажем, условно, и толкует, разжевывает аборигеном, как вообще мы дальше будем жить, как бы. Ну и есть там старшее поколение, которое условно воспринимает еще государство, то есть оно доверяет ему вот просто потому, что это государство, вот как они росли. Хотя это уже совершенно другая страна. То есть вот эти толкователи. Откуда волна эта пошла? Мы провели уже расследование. Огорчу, нет, не министерство, которое это все инициировало. Есть, опять же, специальные люди на зарплате, которые сидят и отвлекают ваше внимание от действительно серьезных тем. В тот момент обсуждалась активно пенсионная реформа. Если вы помните, выходили люди на демонстрации, злились, сердились, и нужно было этот гнев как-то перенатравить. Надо сказать, ну, слушайте, это не настоящая проблема, настоящая проблема. Вот. И появляются какие-нибудь темы. Ну вот, кто-то нарыл о том, что вот, говоришь, что Красовский собирается снимать кино. На тот момент мы его уже сняли, и в этом смысле они проштрапились. Когда, то есть они начали эту волную, купили блогеров, сетевали, я уже не помню, кто там еще, наши главные деятели на зарплате на большой. Они написали вот эти страшные посты, о том, что вот я собираюсь снять кино. И в этом смысле, которые они даже поленились набуглить, и узнать, что фильм уже снят на секунду. А вот уже дальше, да, подключился министерскую туру, которую мы не могли позволить пропустить кино, которое вот в обход его снимается, не поддерживает его идеологию, которая, ну, вот всячески-всячески опасная. В этом смысле, что мы о чем мы там говорим. Потому что тут же нашлись люди, которые прислали ему сценарий. Он убедился, что да, кино, скорее всего, будет опасным, скорее всего, будет задевать власть имущих. И, собственно, вот они подключились, там все помнили, и начали, ну, как со мной разговаривать, депутаты, министры, Киселев, Соловьев. Но я бы, честно вам сказать, не делал бы из них, вот мы о них так много часто говорили, не делал бы из них каких-то страшных носов врагов. Да, они переспределяют бюджеты, но, к сожалению или счастью, наверное, для нас, власть над умами у них не получается воевать. То есть даже если они снимают дорогое кино про танки, которое окупается, да, и зарабатывает, я не верю, что люди сейчас охотно пойдут на войну, пойдут умирать за силу или еще что-то, или что-нибудь. Это просто деньги на ветер. Вот так, грубо говоря. А сменить настроение, сменить, не знаю, человеческую культуру пока не получается. Это надо как-то другим образом делать. Не буду подсказывать им как. Вы, как режиссер, в любом случае, одновременно и антрополог, то есть человек, который как-то ваникает в человеческую природу. Кто из философов вам интереснее на данный момент? А если я не стану называть философом, а называть людей, которые мне никогда не любопытны, я с удовольствием слушаю Екатину Шульман, не пропуская Альбац, мне очень нравится передача с Шендеровичем. Я в основном, знаете, люблю людей, которые на моих современниках читают посты Бориса Арховина, которые, наверное, даже глубже, чем я исследую человека. Потому что я исследую какие-то все-таки 7-минутные изменения, я хочу повлиять на них, созреть как психологическое оружие, воздействую. То есть у меня чуть более узкий интерес, чем у них. Они как-то у них более широко надо смотреть. Вот. А в прошлой заглядность мне простить не так интересно. Вчера у нас в локте... Извините, старший. Вчера у нас в локте подземка была дискуссия с Сергеем Медведевым. Вам наверняка знакомы персоны из этого клуба. Он очень положительно отзывался о празднике, он его смотрел. Так что можете... Спасибо. Можете записать еще одного поклонника вашего творчества. Ну, если не записал, да. Хорошо. Дамы и господа, давайте какие-то ваши вопросы, комментарии, поговорить. Каким образом вообще вот родилась идея коллектора? Коллектор именно? Да. Ну, сейчас уже можно рассказать правду о том, что я когда рассказывал, что я пришел к врачу, проводил исследование гастроскопии. Там есть такая сцена в начале фильма. И я все наврал на деле. Я сначала написал историю про сапера, но на кино. Потом, когда я написал, у меня получился очень хороший парень, который прощается со своими близкими, потому что вот он сейчас может взорваться. И я долго научился искал идею тоже много фильма, чтобы оно было интересно. И вот ходил, думал, думал и придумал коллектора. На самом деле здесь правильный... Поскольку ему задали приятный для меня вопрос, я отвечу приятным для меня ответом. Дело в том, что коллектор появился вопреки. Мне очень долго не давали снимать праздник, который я сейчас снял. Это сценарий, который лежал значительно дольше, чем коллектор. А до этого у меня был еще... Большой, конечно, сценарий написанных, что называется, в сторону. Я могу еще лет 10 примерно сейчас существовать, снимаю то, что уже написано. И я снял фильм «Ленифант», который тоже уже готов. И все эти картины я не мог реализовать, поэтому я нашел у себя единственный простой способ, как мне все-таки снять кино, не умоляя, не дергая всех этих толстосумов. И выход был снять кино с одним героем в одном пространстве. Мне не сложно это сделать. Лукаво, я скажу. Потому что он написал сапера, а потом, в результате, переключился на коллектора. Вот такой технистый путь. Извините за непрямой ответ. Ну, произвело впечатление, на самом деле. У меня, наверное, уже профессиональная деформация. Я вообще кино практически не смотрю. И вот с последнего я посмотрел дом, который построил Джек. Ну, потому что меня просто интересует конкретно Ларс Ван Триер и его высказывание. А все остальное мне смотреть неинтересно, потому что либо это вот идет вот эта вот накачка, когда вот просто вот там войны, то, что когда гормон гуляет для юношества, ну, снимает. Либо идет что-то такое совершенно, ну, как сказать, миром правит мелодрама. Это же не я сформулировал. То есть и вот уже неинтересно, там пять минут, и вот опять это какая-нибудь слезная, там, история или менее слезная. То есть это неинтересно. Ты считываешь сразу сюжет, ну, и как бы уже это неинтересно. Ну, вот мне кажется, по поводу вы сильно в большие иллюзии ушли, что вот сейчас крауд, там, крауд, да, файдинг, да, что сейчас вот прямо на это. Да, это дает какие-то возможности. Люди начинают искать информацию, там, свои эти самые. Но большинство вот так и сидит, ожидает. Что покажут по первому, там, по второму каналу, то и будем смотреть. Ну, вы правы. Большинство действительно сидит, ожидает. Пока, повторяю, это, я считаю, и наша тоже вина. В том смысле, что этому самому большинству, ну, скажем, давайте ограничим сейчас теми людей, которые нас прямо сейчас слушают в этом книжном магазине. Пока мы этому большинству регулярно не будем предоставлять новый вид, да, новый контент, новый фильм, новый сериал, новую картометражку. Пока мы его не приучим к тому, что, если вам интересно узнавать о себе, о сегодняшних, если вы хотите поговорить о сегодня, что за это приходится платить внимание на рекламу, распространение в том числе. Это, кстати говоря, тоже плата за внимание. Очень простая. Сделать перепост. Чего проще? Нету денег, сделали перепост, поделились мнением с другими окружающими людьми. И это тоже в наше время цена. Потому что, ну, разговаривались с вами в 21 веке, где нефть перестала стоить так дорого, как стоит информация. Информация — это новая валюта. Вот. И это надо понять, условить и извлечь из этого какие-то выгоды, прибыли и прочее. У нас появляется криптовалюта имени Дурова. Правительство криптовалюты уверены имени вас, имени меня, и мы с вами можем каким-то образом обмениваться тем, что вы умеете, тем, что я умею. И это потрясающее время. Оно, не знаю, мне очень нравится, что мы в нем оказались, что уже не можно таким, не знаю, страхом упоением смотреть на этих людей, властинующих и так далее, все время думать о том, когда они соизводят изменить мнение большинства. Большинство, повторяю, уверен я в этом, само прекрасно изменится и выберет не техник, которые навязывают, а те, которые им сейчас покажутся интересны. Перемены происходят уже прямо сейчас. Да, постепенный эволюционный процесс. Сначала декабристы будет Герцен, а потом Герцен будет революцировать. Ну, примерно так. Ну, смотрите, правда, у сегодня есть гаджеты, сегодня вот есть камера у человека. И этот канал может собрать, ну, не знаю каким образом, больше зрителей, чем программа «Пусть говорят», на которой тратят сумасшедшие деньги. И вот это потрясающе, ну, классная штука, что есть такая возможность. То есть отменить это как-то сейчас, закрыть, на мой взгляд, уже невозможно. Так что я верю, что не только краудфайдинг, но и общество сможет захотеть и повлиять на в том числе контент и на нас. Это взаимно обогащающий процесс. Так, я думаю. Алексей, я, поскольку философ, попробую еще провести на вас атаку с этой философской стороны. Попробуйте. Обычно люди искусства, творчества, они раньше, чем мыслители, интуитивно схватывают некий образ будущего, некого нового героя. Можете что-то вывести из своей интуиции и сказать, какого вы видите нового героя, которого вы будете снимать или антигероя, может быть? Микрофон можно чуть подальше тоже. Можно подальше? Да, там нормально слышим. Хорошо. Сейчас будет реплика антигероя. На самом деле, я их очень люблю. И мне проще сейчас ответить нашим новым проектом, который будет называться «Революция», и в котором мы накладим большое количество людей, которые как раз и будут ответом на ваш вопрос. Какие герои нового времени будут? Ну, поскольку это история, сейчас уже можно об этом сказать, про тотальный зашквар, про время, когда в России вдруг всплыла информация на всех. Представляете, да, такую историю? Что все наши, что собиралось, что все наши телефонные переговоры, ватсапы, звонки, переписки, все это однажды всплыло, люди оказались в пространстве постправды, когда брать уже больше не нужно, бессмысленно и так далее. И вот сейчас в стране нету, слава богу, уже нашего президента, но нету никакой власти, и людям приходится каким-то образом самим определяться. И вот в этот момент у нас просыпается настоящий гражданин, настоящий человек, который хочет перемен к лучшему, и он готов за них бороться, сражаться и менять не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Вот, если, а я верю, что это же не если, а когда у нас это получится, вы все увидите, и мы предлагаем, что называется, влиться в эту ступень и вместе осуществить, как мы ее назовем, революция 2-0. Потому что у нас будет не только один фильм, будет еще один эпизод, будут коротметражки, будет много-много всего, чтобы молодежь, в том числе, которая мечтает оказаться внутри кино и не знает, как это сделать, у нас есть план, есть идея. Это утопия или антиутопия, или то и другое? Это и то и другое. Ну, прежде всего, повторяю, это современный сериал, который я немножко побаиваюсь, что он, хотя я скажу в прошедшее время, я немножко побаивался, что это произойдет. Ну, поскольку со мной это происходит постоянно, Даша меня оставляет, и у нас даже вчера был человек, пришел на примеры человек, который, можно об этом сказать? Ну, попробуй. Просто у нас пришел на примеры человек, который взламывал, ну, как он сам говорил, нашу страницу, и следил за ней, вообще знал, где она когда находится, то есть, горячим примером, таким живым примером, вот, того, что происходит, это феноменально. То есть, если бы был бы сейчас здесь, можно было бы проиллюстрировать себя, то, что ФСБ, вот эти силовики, или люди, которые им помогают скрывать информацию на нас, они скоро останутся без работы. Вот. Для них это грустно, но для нас там не очень. То есть, Вы редкий пример оптимизма, когда смотрите в будущее, да? Хочется сказать, что, может быть, все-таки не редкий, но, да, наверное. Ну, я тоже надеюсь, что частота оптимизма будет возрастать. Будем заражать ей. Ну, в общем, что она остается? Ну, в общем, да. Раз мы взялись играть в эту игру, то играем ее до конца. Дамы и господа, пожалуйста, Ваши вопросы, реплики, комментарии, пожелания. Скажите, пожалуйста, фильм-праздник. Фильм-праздник мне очень понравился. Вопрос следующий. Фильм-праздник – это провокация. Вопрос. Если это провокация, то это провокация, направленная на общество или направленная на государство. Вот исходя из, ну, вот диалога, который я сейчас ответил на вопрос, я понял, что такое у меня ощущение, что это провокация, фильм-провокация направлен на государство. Так ли это или нет? Как это было? Знаете, когда уже случилась авария, глупо отрицать, что ты был участником этой аварии. Я не задумывал картину как провокацию. Повторюсь, мне просто хотелось бы высказаться о теме, сейчас я медицинское слово пошло и скрою, о теме провокады чувств, в первую очередь. Знаете, да, когда он делает укол, чтобы вам стало легче, переносите боль. И вот об этом в первую очередь хотелось сказать. А уж то, что он получился провокацией, в том числе и на государственную структуру, и в том числе и затрагивающие чувства людей, народа, как вы говорите, ну, это уже следствие этого всего. Я не буду это отрицать. Это получилось, но не получилось, получилось скорее вопреки. Я не стремился это создать. То есть вы сейчас подхватываете тему вчерашней Тимура, который все повторялся. С другой стороны, они вам делают такой паблик релэйшн, что просто, ну, как сказать, позавидовать приходится. Потому что кто бы узнал и услышал, если бы не было этого навала. То есть они же распространяют информацию, как Марк Твен говорил, да, говорит, любая реклама, кроме некролога. Это, знаете, такое замечательное заблуждение. Я бы хотел с радостью поделиться вот этим черным пиаром, с кем-нибудь еще с вами, еще с кем-нибудь, чтобы мне кто-нибудь вернул вот эти месяцы жизни, которые у меня были возняты, на эту ерунду. На походы, на встречи, на обсуждения, на защиту, на ответы следовательно с прокуратурой, на общение с сумасшедшими. Правда, это бездарно попрощение. Мы с Лебоном с Дашей сняли еще два-три фильма за это время. Нафиг надо, извините. Такую рекламу. Мы, правда, мы не глупые люди, мы можем не только снимать кем-нибудь, но и все-таки мнением тоже его продвигать. Это в случае, когда они нам говорят, что мы вам помогли, да, но у нас отняли время и деньги, а в случае с Селеником отнимают, видите, уже сколько, и свободу, и свободополимещение, и высказывание, и всего остального. Тоже можно сказать, это же реклама, сейчас сколько людей, во всем мире о нем узнали. И что? Человек может делать новые постановки? Извините, что так много сегодня о нем говорили, но правда, кто-то должен. Возвращаясь к фильму, я бы вообще не увидел его как провокация. Мне кажется, что блокадный Ленинград вполне... Вообще история не про блокадный Ленинград, история про человеческий характер, и контекст мог бы быть совершенно иной, не обязательно это в блокаде происходит. Я примерно правильно угадываю вашу интуицию? Вы, главным образом, хотели не про ибук, а про людей снять? Ну, разумеется, да, и более того, первоначальный сценарий был совсем не об этом, если вы не знаете, я хорошо расскажу. Он был про посольство живущее, такие белые господа в южно-априканской стране, когда он очень хорошо живется, они все обеспечены уже в третьем поколении, и вот когда выясняется, что потребность в дипломатических связях с этой выдуманной страной отпала, им нужно возвращаться, они видят, что происходит в России, и они не очень хотят к нам сюда ехать. Они придумывают, что якобы устроение произошла революция, и захватили заложники, они могут уезжать, и они начинают устраивать этот спектакль. И как только я его написал, я понял, что я сильно наврал, и что все это уже было во время, вот прям совсем недавнее, когда была вот настолько безумная, вот эти спецталоны, спецбайки, вот это было ужасное перераспределение, когда люди ездили, видели весь этот год, как дети везут родителей на саночках, и наоборот, и баране ехали свои дома, у них там все было хорошо. И мы оказались сегодня в этой же стране, где, да, вот цыплят бульдозерами несанкционных, и люди смотрят, да, ничего страшного, так можно, можно получать зарплату в 12 тысяч, платить за квартиру в 17 тысяч, и не задавать вопросов. Вот, и, конечно, это про сегодняшний день, в первую очередь. Можно, повторяю, революция будет одни, после завтрашнего. Да. Так что я не всегда прячусь в прошлом. Да, прошлое, если его так интересно вскрывать, оно всегда и о будущем еще. Надеюсь, что да. А можно спросить, эти вот картины дети нарисовали или взрослые? Дети, конечно. Да, детские, детские. Нет, просто, ну, нет, они интересные такие. Тяжелый будет. В каждом рисунке слон, олень. Но они не заштапованы еще, у них восприятие жизни, радостная жизнь. А почему вы все так уверены, что взрослые? Не знаю. То есть, что детские? Почему вас распишу вопрос? Ну, потому что там даже подписаны. Нет, просто, в некоторых случаях там кто-ли-то нет, что что такое за вами? Там подписаны эти лежи или кто это? Да, они подписаны, просто имя подписаны. По-моему, просто прелесть, неуверенные руки. Ну, это лисичка свернутая лежит. Какая комета? А, это лиса? Это скорее белка. Близорукий режиссер, в общем, я понял. Можно у меня к вам вопрос? Слушайте, мы проезжали пока сюда, заметили вашу фишку фирменную города. У вас гидрантские сугробы, которые мешают... Это современное искусство. Да, я понял, что он парашютский. По нашим меркам уже чисто, уже почти. Нет, вот я как раз об этом хотел сказать. У вас есть потрясающие, в кавычках, черные сугробы, трехметрового примерно роста. Вы мимо них проезжаете, такие, типа, ничего страшного. Да, они как бы... Я представляю, мама с ребенком уходят на улицу. И ребенок такой, а когда будет улица? Когда появится вид какой-то нормальный? Он же маленький, вы понимаете, он не видит, что там сверху есть жизнь. И вот он идет километр примерно, не видит этой жизни. И родители почему-то ничего с этим не делают. Как вам в этом живется? Почему вы не дергаете ваших... Таких жилконторах? Кто это... Кто-то же должен с этим сражаться, бороться? Вы так улыбаетесь. Мило, мне это нравится, конечно. Но вы сейчас выйдете отсюда и пойдете опять в эти сугробы. И... Сереж, вам не хочется с этим что-то делать? Ну, мы в некотором смысле с этим что-то и делаем. Буквально час назад. Кстати, очень хорошая штука. Я работал дворником в Тюмени. И то есть я делал лампочки, я наоборот эти сугробы, потому что там были дорожки вот такие витые. И там дети шалели, они как лабиринт белый заходили. То есть я грязный снег не кидал. Белый это, и коричневые дорожки, и подсветки. Ну, это концептуальный творческий доход. А вот такой водовой банальный доход, чтобы просто убрать. Он невозможен? Не знаю, мне лично, например, нравится сугробы. Зима чувствуется. Отличие от таких времен года. Года два назад. Надо вообще институт снега у нас создавать уже давно. То есть эта идея летает. Прямо институт, да. Как едут там в Таиланд, допустим, экзотика и прочее. Надо так человечество затаскивать, который наоборот снег. Красиво было. Ну, не знаю. В общем, еще желаю вам пережить весну тоже, как и зиму. У вас светит солнце. Вот этот контраст между верхней части прекрасной, нижней части совершенно не приходили. Мне кажется, вопрос эстетики скорее всего. Расскажи моему от Городецка. А Городецкий у вас не говорит? Был у нас мэр Городецкий. А сейчас кто? А сейчас кто? А сейчас локоть. Городецкий однажды сказал по поводу такой кучи самонов. Само растает. Мы вчера уже шутили. А локоть хочет локтями как-нибудь помочь? Он хочет переизбраться. Устал? Нет, он наоборот хочет переизбраться. А еще раз? Чтобы еще не выше были что-нибудь? Ну да, наверное, это мои эстетические какие-то завышенные критерии. На самом деле, у нас как бы протестный мэр, которого выбрали на протесте, вот проще не подвезли все эти дурмашины. Это раз. Во-вторых, просто для понимания, из всех денег, которые собираются в Новосибирске, на Новосибирск в общем остается 14%. Все остальное уходит, ну, как вы понимаете, когда в Москве там открывают по 20 станций метро, то есть если ты приезжаешь, вот она просто пердит от денег, иначе не скажешь. Вот ты просто не ходишь и видишь, как она пердит от денег. То, ну, как бы это самый крупный муниципалитет страны России, понимаете, Новосибирск, то есть 14%. Ну, вот перхоть вам вот это... По планке, это история по соединению Сибири. Как-то же хотели они соединиться, чтобы не финансирование не шло дальше что угодно. Это ничего не привело, я бы вспомнила, как это было. Но эта история была в конце 19 века, по плане на ядреца. Не, не, ну я про современную, конечно. Сейчас о федерализме здесь вообще говорить, в общем, запрещено, потому что ты сразу становишься, ну, сепаратистом сибирским. Вон, смотрите, в Якутске что происходит. Там же сдетонировало якобы, как бы, ну, изусилование, да, это был повод, ну, детонация. А там же вылезли все проблемы, ну, то есть, просто встал город. У нас тоже такая ситуация, вот, мы занимаемся же митингами, вот мы сейчас пришли, да, вот мне тоже было удивительно, я не понял только одного. Тут пенсионный возраст повышает, там, миллион семьсот жителей города приходит две с половиной тысячи, самый большой митинг, остальные на картошку поехали. Ну, это как бы вот... Потому что они просто понимают, что они не доживут до пенсии в этой стране. Я не знаю, просто Россия такая страна, тут непонятно, где вот, вот, когда щелкнет, да, что произойдет. Вот та же проблема, вот, неучастие, которое вы вначале говорили, что люди думают, что им нечто преподнесется само по себе, как в кино, так и на ваш вкус расчищенные дорожки. Можно я постараюсь, например, на ваш вопрос. На самом деле, мне кажется, что среднестатистический Новосибирец, он достаточно зажиточен по сравнению с москвичом. Москвич больше любит ходить в рестораны, проводить хорошо, вечер там, не знаю, в КП с друзьями. На университет Новосибирца, как мне кажется, у него, как правило, есть машина, у него есть квартира, возможно, ипотека, возможно, уже своя. И вот это все, значит, общественные пространства для него менее важны. Это просто я, ну, на своем опыте это увидел, что действительно, вот, когда вы приехали, это действительно так, ну, шок, просто в другом не сказать. Но для Новосибирца, для среднестатистического, для него, ну, немножко другие приоритеты. Ну, вот, он такой зажиточный, ему больше свое, ну, в хорошем смысле зажиточный, свое пространство. Сделать таким, как он хочет. Вот. Все-таки общественное пространство это на втором плане. Это вот сто процентов такое отличие очень серьезное. Он тебе платит налоги за все это пространство, которое у него? Да. Но это не виритет. Это не виритет. Виритет это, ну, сделать комфортный свой круг, который, ну, там, грубо говоря, там дальше, там, свои квартиры, от своей дачи, от своей машины, он, ну, от данного места не уходит. Вроде касается, мне кажется, большинство населения вообще этой земли. не знаю, где хорошо, где плохо, но, тем не менее, различные. Ну, а зима без супругов. Просто в Москве научились с вами тоже зарабатывать, я не люблю Владимирович, а его на пересурок переукладывали для чистки города. Ваши еще разменяли, безобразили. Ну, да, еще стрелки. Что можно на умные жилаться, да. Ну, все, грубо, да, тоже нужно зарабатывать, или снега создать, если мне просто, ну, корпорации. Ну, ладно. Пожалуйста, вопросы, комментарии у кого есть, что еще? Можно вопросы? У меня вот такой, по-моему, не этического, что ли, плана или культурного. Ну, в общем, касаемо денег на искусство. Вот, какова роль художника, может быть, в случае, если он предлагает зрителю то, что ему, зрителю, хочется видеть. И должен ли художник, или не должен ли, ориентироваться на, ну, то есть какую-то идею свою, новую, то есть, которую по чему-то не ожидать. Ну, просто проточил слово «должен», который был с Дашей не очень любим, в том смысле, что есть такая парадигма, что художник вообще не очень должен. у него есть свои задачи, цели и так далее. А у Джоа начинается теперь сами с собой. Я ее расширяю до фразы, которую будет звучать Финни Лефранк, когда там сидит старый писатель с своей маленькой внучкой, и он говорит, я продолжаю тебе помочь написать одну новую книгу, и он говорит, что дети и сумасшедшие никому чем должны вообще. И, понимаете, да, в конце видно, что я сейчас смотрю на картину и вижу, что кто-то рисует то, что им все нарисованы, или не сей чехов, а кто-то рисует то, что ему хочется нарисовать. И эти картинки не только отличаются на общем плане от всех остальных. Про деньги я не очень понял вопрос. Здесь я просто приведу вам простой пример, что я написал. Большинство платежей за картину Праздник были в районе 50-100 рублей перед переводом. Мы не посмотрели кино, и они считали, что цена загреть 50-100 рублей. При том, что мы сами знаем, что цена загреть сегодня, конечно, очень дороже. Но длительные средние или, скажем так же, в массе считалось, что в них не подраться, но что-то я не буду платить больше 50 рублей. Но всегда находились такие люди, которые переводили 30 или 50 тысяч рублей, которые тем самым благородно оплачивали весь длительный зал. Ну, поход, просмотр. И, наверное, я сам такой же человек. То есть я сам готов оплатить ваше удовольствие тем, чтобы вам не приходилось об этом задумываться сейчас. Но я это делаю в надежде, что в следующий раз вы об этом с моей или с помощью этих других людей, которые оплачивают поход всего на этот зал, а вы им задумайтесь и поможете. Пусть не мне, пусть другому, более интересному художнику создать что-то. Пусть и даже этим детям, например. создать что-то неповторимое интересное, затягившее ваше чувство, ваше мнение. Если это получилось, кто-то не получил, то пусть и получится сразу другой. А этический вопрос я переведу к чему-то. Я уточню свой вопрос. Ну, то есть, может быть, это касается не сбора денег на фильм, который еще собирается снимать, а уже, ну, просьбы оплатить свою работу, да, если фильм, ну, представлен в этом фильме. Ну, вот, в первом случае, получается, художник ориентируется на мнение зрителей. То, чего они хотят, ну, тут два года. Правильно? Нет. Я ориентируюсь на свое собственное мнение. Я вижу проблему, которую я уже вырезал в фильме. Подождам. Вот. А у зрителей есть, на мой взгляд, никогда не стоит ориентироваться на какое-то гипотетическое мнение. У нас есть своя чулка, есть свой вектор, свои темы. Я очень люблю, там, например, «Хамиллионов». Я все время снился на сериала «Откровения». Любил персонажей, которые сложные, которые кажутся одними, а оказываются другими, и так далее. Это моя тема, и мой конец. Вот, я все время его проповедую и исследую. Я ненавижу первых, вторых актов, всегда начинаю первых, третьих актов, и так далее. Мы, если я буду опрашивать мнение зрителей, наверное, мы не сойдемся, потому что зрители скажут, она нам нравится первых, так далее. А мы любим. Вначале было то-то позже, и так далее. Это, ну, повторяю, этически в этом сложно, но там какого-то морального, морального взаима нет для наших. Спасибо. Ну, мне кажется, все-таки, что не стоит подстраиваться под мнение зрителей, потому что тут должен дать момент искренности. То есть люди, в принципе, не особо говорят желанием платить тебе за кино, которое смотрят на Ютубе. И все-таки мне кажется, что единственный способ это достучаться именно до единомышленников. Когда ты делаешь что-то искреннее, так, как ты чувствуешь, и уже находятся такие же люди, которые чувствуют так же. И вот это самый важный союз, мне кажется. Мы вот с Лешей вчера обсуждали тему того, на кого, в принципе, рассчитана вся эта история. То есть, как стоит делать, чтобы расширять, грубо говоря, аудиторию. На самом деле мы сошлись, да, в мнениях. Вот мне кажется, что если у человека не происходит отклик на то, как мы это сделали, то, наверное, мы не очень знаем по пути. Вот. Мне хочется все-таки окружать себя зрителями, которые чувствуют нас так же, как мы это изначально изобрывали. Теоретически, да? Да. Мы теперь не сошлись, потому что я считаю, что я хочу и готов бороться даже за зрителей, которые сейчас окучивают киселев, соловьев. Я не сейчас справлюсь, ну, то есть мы говорим, а не закромная речь. Потому что я считаю, просто у меня мама была такая, она долго у меня жила с телевизором и физиально-каналом, но мне удалось все угомить из этих цепких, ладно. Я не готов сдаваться и готов сражаться из-за этого. Мне все тоже, потому что считаю, что он одолванен, обманут, введен в заблуждение и так далее. То есть если кто-то получит, то я считаю, плюс еще одна победа. Ну вот... Расшири, я вас вопрос, чтобы сделать. Можно еще раз? Есть такая, сейчас на этой же теме есть такой тезис, что если хочется получить не максимально полноценно хороший секс, то партнеры должны не друг на друга ориентироваться, а исключительно на свое собственное удовольствие. Вот тогда они оба получат максимальный фейерверк. Так же со зрителями. Да, да, да. Тимур, пожалуйста, твоя тема. Ты немножко упредил мой вопрос, но я вот хотел в развитии... Тоже процесс. Да, практически. Вот если в каком-то фильме вполне уместная, можно казаться, эротическая сцена, например, она поднимет вам сборы через «Кландхайдинг», например, «Трое», вы стоите перед выбором ставить такую сцену или нет? Вы будете ее ставить ради повышения сборов? Ну, во-первых, мне нравится ваше заблуждение, что зритель сегодня можно в три раза привлечь эротические сцены. А вы попробуйте! Что вы научились гуглить и искать эти эротические сцены вне связи с моей фамилией? Ну, правда. Это... Если она мне будет нужна, я ее вставлю, но не буду дарить тех, за то, что она повысит крикабельность. Ну, честное слово, это очень наивно. Ровно так же, как вдруг, вот, не знаю, взятие, ну, там, музыцематом. Если вам ложится, если тебе история нравится, вы скучаете по эротическим сценам, в чем утро в стену? А кто же не скучает? Да, хорошо. Я не понимаю, какие надежды на меня в интернете помогают. Я в своей фамилии больше запросу. Хорошо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. В городе Митюбе купили затраты на фильм? Если нет, то кто примерно просказывает? А, просказываю. Ну, просказываю. Протива строила чуть больше четырех миллионов. Чуть больше четырех миллионов адресовала. Да, ну, как, что значит, научили. На учебе был показан в фильме, там были указаны реквизиты. Ну, я... Соответственно, люди приводили электронную инграму, биткоин, кто-то приводил через PayPal и так далее. В сумме получилась такая же цифра. Если говорить так образно, не втекают детали, фильм купился. Устроить четырех миллионов, заработать четырех миллионов. Но, по нашему оператору-постановщику, я бы должен был отдавать часть от этих доходов, я бы, более миллион уже заплатил. То есть, мой, Климси, он потратил какие-то деньги, он уже заработал. Я еще не оплатил этих закрад. Я лично. То есть, это четыре мои. Мои личные деньги, которые я задал. На коллекты и так далее. То есть, мне деньги еще недавно исполнили. Вот. Отнималось ли все на краудфайне, правильно? Сбор денег был. Да, сбор был денег на краудфайне, где он прекратился. Спустя, там, какое-то время, ну, заработал я, там, 127 тысяч рублей. Это значительно меньшая сумма. Вы выложили? Да. Я выложил, собственно, деньги, потому что я обещал людям, чтобы, не зависимо того, мы соберем на землю, хотим, будет с ним, а тот показался. Ну, мне кажется, что с ним я купил его в нормальном бизнесе подъехать, понятно. Если бы она тиражировалась еще и коллегами, это может быть назвать таким, ну, сильным словом успехом и так далее. Потому что, повторяю, это тот успех, который мы все время продолжают двигать, мешать и прочее. Сейчас без праздника, видите, даже не дается показать его, что я коммерчески показываю. Потому что за свой счет у нас было показать его трижды невозможно. вчера мы в турнире мы заплатили с Гатеринзаловым, все подготовили, вот у нас не получилось все делать. Ну, сам партфель это уже успех. А дальше это уже дело следующее. Дамы и господа, будем, наверное, заокругляться. У вас, Алексей, Даша, есть что-то сказать, абсолютно? Я вам все-таки очень горячо советую бороться и за внешний, и за вот этот второй план города, не терять, не сдаваться, и просто чудовищной дороги, я все-таки так скажу, которые не спасают мужа. Вы даже не делали, конечно, поверхность гладкая, но переходить, вляпываться ужасно. Ну, в общем, немножко поболеть для него тоже, чтобы он был чуть более гостеприимен, именно какой характер, который я пока не могу почувствовать, как он. Вот. И, соответственно, пропагандировать бесстрашно, смело, и то, что вам нравится. Вот. В этом виде, вот, в видеопередаче или в своих социальных сетях, в общем, смело разносить благородную весть. Вот, мне кажется, это наша сегодня работа, задача, и мне тут нет никакой значимости режиссера, и волосов, и человек, который будет трейдом. Я думаю, всем это можно и нужно сделать сегодня, чтобы убить вот этот гидр, который пытается нельзя там свои, точнее, не свои даже, а, понятно, черхоз. Да. Ждем больше революции. Спасибо большое. Да. И мы вас ждем в революции. Спасибо большое. Спасибо. Дайте слово. Город ждет. Город ждет. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Таш, можно Xbox One, хотел бы разобрать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.